Следующий Демьян Пархамчук, врач-анестезиолог реанимационной бригады Луганского республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Александра Симонович и врач-выездной бригады Роман Цмыкл. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Мы находимся в преддверии празднования Всемирного дня оказания первой медицинской помощи. Он отмечается с 2000 года, начиная с 2000 года. Это вторая суббота сентября. Он учрежден по инициативе Международного комитета Красного Креста и отмечается во всем мире. У нас в преддверии празднования Всемирного дня оказания первой помощи под гидом Министерства здравоохранения, лично министра здравоохранения Пащенко Антаре Александровны. Инициатива была проявлена и инициирована проведение мастер-класса сотрудниками учебно-тренировочного отдела Центра медицины катастроф и Медицинского университета в сквере ВЛКСМ или сейчас это сквер Молодая Гвардия. Запланировано это мероприятие на завтра, 13 число, начало в 10.00. Что в программе? Что в программе, я думаю, коллеги мои расскажут более подробнее. В программе у нас, как уже говорили, мастер-классы и будем сразу делиться по интересам. Клубы создавать такие маленькие площадки сформированы будут. Тут это оказание первой помощи в виде проведения базовых мероприятий сердечно-легочной реанимации. Это иммобилизация или обездвиживание, когда человек превращается с помощью бинтов в некую мумию. И остановка кровотечения при травмах. Это будет отдельная площадка. И правила извлечения пострадавшего во время ДТП, то есть при дорожно-транспортном происшествии. Как его правильно извлечь для того, чтобы не навредить. Первое правило наше это все-таки не навредить. И также будет организована площадка, где будут рассказывать о том, чем нам грозят артериальная гипертензия, инсульты, инфаркты. И вот эта вся полезная информация, которую можно тоже донести до населения, которое будет заинтересовано и будет участвовать в этом. Добровольцев уже набрали? Или добровольцами будут ваши сотрудники? Да, есть преподаватели-инструкторы, которые будут на каждой из площадок. Есть волонтеры, которые уже прошли обучение у нас в Центре медицины и катастрофы учебном отделе. Вот сейчас, скажем так, мы привлекаем молодежь, всех желающих, волонтерское движение, вот как и во всем мире. Потому что оказание первой помощи, ведь это не только травмы, порезы и какие-то несчастные случаи. Вот это те же заболевания соматические, которые могут столкнуться любой. Вот тот же инфаркт. Первый признак инфаркта можно распознать. И чем быстрее и раньше будет оказана первая помощь, тем прогноз выживаемости для пациента улучшается в разы. Целевая аудитория какая? Это молодежь? Будут ли привлечены, например, какие-то школы? Либо это просто люди, которые окажутся в 10 часов в парке или около него? Ну, целевая аудитория наша будет направлена на то, чтобы привлечь людей всех возрастных категорий. Это будут и женщины, и мужчины, и старики, и дети. К каждому мы преподнесем информацию нужную, мы покажем этот мастер-класс. Мы выложимся на полную, чтобы эти люди запомнили, как оказывать первую помощь. Поскольку на данный момент ситуация по поводу травмы, получения травмы не меняется. Она стабильно держится на прежнем уровне. Это связано с тем, что, опять же, люди неквалифицированные, не медики. Они до сих пор, мягко говоря, не могут оказать нужную помощь. Наша цель – повысить эту квалификацию, сделать из немедиков парамедиков. А чем отличаются медики от парамедиков? Парамедики – это все в американском кино, казалось бы. Ну да, но дело в том, что если рассматривать парамедиков, это не медицинские работники, то есть они не имеют медицинского образования. То есть те же волонтерские движения, можно так сказать его. Вот те же лица гражданские, либо там определенных категорий, которые прошли обучение навыкам оказания первой помощи. Но в некоторых странах парамедик, они учатся, и они получают все-таки базовое начальное медицинское образование. Там два года, два с половиной, до трех лет некоторые страны обучают. То есть это зависит от государственного устроя того или иного государства. То есть все зависит, поэтому у нас парамедиков нету как таковых. То есть мы не обучаем их на государственном уровне, чтобы они получали как бы медицинское образование. У нас есть фельдшер, медицинская сестра и врач. То есть те, которые получают медицинское образование. Вопрос к практикующим людям, к Александре и Роману, которые каждый день с этим сталкиваются. Ну или не каждый день, а хотя бы каждые сутки. Как часто вы в работе своей сталкиваетесь с ситуациями, когда некачественно или неправильно была оказана та самая первая помощь, и вам фактически, что называется, навредили и подкузмили. И вам приходится уже исправлять ошибки за тем, кто оказывал эту первую, так сказать, помощь. И, скажем так, не только из нулевого состояния человеку делать лучше, а фактически из минуса выводить. Ну, чаще всего, когда приезжаешь, именно, ну, обсуждали уже, да, дорожно-транспортное происшествие, какая-то травма, которая произошла. Плачевно то, что на самом деле, то, что когда люди оказывают первую помощь, они ее оказывают, она хоть как-то проводится. На данный момент идет тенденция к тому, что люди просто безучастно либо рядышком стоят, либо водичкой полили и тоже рядышком стоят. Поэтому наша задача, наша цель – нести чем больше информации в массы. Волонтерское движение уже было озвучено. Оно как бы само по себе. Мы обучаем этих ребят. Ну, вот волонтерами, например, завтра у нас выступают ученики старших классов 16-й школы города Луганска. Они пришли обучение, они получили удостоверение, и теперь они будут нам помогать, то есть преподносить эту информацию. И то же самое они между своими одноклассниками, тоже я была свидетелем, и они рассказывают, как правильно это делать. То есть чем больше мы охватим своей паутинкой знаний населения, тем лучше будет нам уже впоследствии работать, и тем лучше будет выживаемость в травмах и при других каких-то состояниях. А у вас, Роман, в вашей практике? В моей практике, если даже и поступал какой-то вызов на скорую помощь диспетчерам, то те люди, которые вызывали нас, по большей части не оказывали помощь, а ждали скорую помощь, и не считали, что если позвонить скорую помощь, они уже как-то посодействовали. Но это не так. Наша цель – показать людям, как надо правильно оказывать помощь, потому что есть правило золотого часа. Если скорая едет, теряется время. Теряется время, становится хуже человеку пострадавшему. Поэтому на их этапе, на догоспитальном этапе, люди, которые не имеют медицинского образования, обученные хотя бы прошедшие курсы медицинской квалификации, они могут как-то спасти человека, как-то продлить ему жизнь, как-то вывести его из этого тяжелого состояния. На их этапе, даже на доскоропомощенском этапе, я образно говорю, многое зависит. Ну вот еще хотелось бы добавить, вы сказали, что некоторые вредят. Действительно бывают такие случаи. Это самый обычный простой пример – ожог. Когда ребенок там игрался маленький, потянул кружку горячего чая, на себя прокинул, получает ожог, приезжаем мы на место вызова, на адрес вызова, бабушки, родители там то ли яйцами обмажут, то ли маслом обмажут. Но намажут всем чем жиром, всем чем угодно, только не тем, что нужно. Но просто никто не задумывается о том, что получил ожог, высокая температура, масло, жир, там все эти вещества, они наоборот согревают, они покрывают пленкой, и еще увеличивают силу температуры. И это неправильно. Люди должны знать, что обычная холодная проточная вода – это самый тот способ, который можно снять ребенку боль. Вот здесь в этом случае, действительно, это еще усугубляет состояние пациента пострадавшего. Просто люди, скажем так, некоторые по своему незнанию, от того, что нету вот этой информации, поэтому мы как бы и стараемся, учебный отдел. Также учебный отдел наш разработал еще видеоролики, социальные такие вот, минутные ролики, которые пропагандируют то, что как нужно поступать при внезапной сердце, если человек шел на улице, и ты стал случайным свидетелем. Первая помощь при инфаркте, первая помощь при инсульте, эти признаки. То есть это все есть у нас, как бы мы делимся, мы показываем, транслируем эти у себя в учебном отделе ролики. Ну, кстати, да, вы боретесь с вот этой вот неграмотностью, необученностью и обучаете. Люди идут, вы сейчас с коллективами там трудовыми работаете, или это остается вот на, скажем так, вот мне интересно, я позвоню, запишусь, я схожу, а коллеги пусть там дальше не знают. Мы работаем действительно с коллективами. Некоторые коллективами приглашают нас на мастер-классы, проводятся выездные мастер-классы. Да, он занимает час или два, но люди уже обучаются и какую-то информацию для себя получают. Также приходят, у нас есть трехдневные курсы для немедицинских работников. Но чаще всего, конечно, работаем и сотрудничаем с министерствами и ведомствами, которые также являются первоочередными, кто участвует в ликвидации чрезвычайных происшествий или каких-то происшествий такого рода травмоопасных. В социальных сетях тоже активно сейчас мы развиваем. В социальных сетях мы пытаемся также преподносить информацию. Сейчас это больше, как, знаете, приглашаем на курсы. Вот у нас буквально вчера прошла группа трехдневная немедицинских работников. Им даже посчастливилось, и они на полигоне, на статистах, то есть на актерах, которые изображали травмы, оказывали им помощь. Ну, это дорогого стоит. То есть одно дело, ты поработал с манекеном, как бы неживой, да. Одно дело, когда ты посмотрел на картинку или послушал лектора. А другое дело, когда ты с живым человеком, да, он кричит, как бы наиграно, все это понятно, но с живым человеком. То есть ты думаешь уже, как его конечность расположить так при этом случае, или там, как его нужно извлечь, чтобы ему было комфортно. На манекене ты такого не будешь. Потому что манекен, он там весом 5-10 килограмм, а живой человек 70-80. И это тоже. Это существенно отличает, как его прочувствовать, вынести, извлечь. А чем отличается первая помощь от первой медицинской помощи? Ну, первая помощь – это тот вид помощи, который на законодательном уровне в ряде государств определено, и у нас также точно имеется, и на законодательном. Это тот вид помощи, который обязан оказать каждый человек, гражданин республики или гражданин какого-либо государства, который прошел навыки обучения, навыкам оказания первой помощи. То есть он будет медицинский работник, не медицинский работник, но он окажет базовые какие-то манипуляции, какие-то проведет базовые оказания помощи, тем самым окажет эту первую помощь. А медицинская помощь – это уже медицинским работникам оказывается в специальных условиях с применением специальных лекарственных препаратов, допустим, диагностического какого-то оборудования. То есть она – это первичная медико-санитарная помощь делится. Она может быть в амбулаторных условиях, стационарных условиях, на догоспитальном этапе, то есть это уже скорая помощь. То есть когда приезжает на тот же вызов, допустим, пример, там человек утонул, первая помощь оказывается свидетелями, которые там находятся на месте и проводят базовые реанимационные мероприятия, то есть определенный объем помощи оказывают. И уже когда приезжают медики, они оказывают первую медицинскую помощь, то есть с применением дополнительных средств, дополнительных инструментальных методов. Каверзный вопрос. Недавно в сети посмотрел съемки одного шторма. Люди стоят на берегу с телефонами, в то время как человек тонет, потому что шторм, никто не решается полезть в воду. Вот лучше лезть и пытаться спасти, или все-таки лучше не лезть, да, снимать, не снимать вопрос морали и этики, а вот не лезть. Опять же, по ситуациям, в каких лучше пытаться оказать помощь, а в каких лучше не пытаться, чтобы уже двоим потом не пришлось оказывать? Дело в том, что да, действительно, это зависит прежде всего от той ситуации, в которой находится пострадавший и тот человек, который будет оказывать первую помощь. Мы всегда, коллеги, вот когда начинают обучение определенным приемом, навыком оказания помощи, они говорят, что прежде всего убедиться в собственной безопасности. Потому что вы сами сказали, ответили на этот вопрос. Был один пострадавший, а их станет 2, 3, 5, каждый, который будет впоследствии туда подходить, не убедятся. То есть это усугубляет эту ситуацию. Поэтому в этом случае, конечно, если есть возможность, прежде всего они должны вызвать помощь спасателей, те люди, которые имеют специальные средства, специальные возможности. А если ты полезешь, ты так же останешься там, в этой воде. Ну, это если стихия сопротивляется. Вот, например, сотрудники МЧС рассказывали, как бывают люди в нетрезвом состоянии, сопротивляются спасению их, когда подплывает лодка со спасателями, пытаются его вытащить, люди еще и отбиваются. Бывает ли у вас на практике так, что нужно оказать человеку помощь, а он находится в каком-то таком состоянии, которое, как он считает, дает ему право и возможности мешать и сопротивляться бригаде скорой помощи для того, чтобы его, опять же, таки спасти, помочь? Ну, в таких ситуациях у нас тоже есть такая методика, как если это водоем, если это утопающий ион в алкогольном опьянении, вы должны понимать, что он может вам принести какую-то опасность. Вы подплываете сзади и обхватываете его так, чтобы руки, его же руки, вам не навредили. И в то же время ваша одна рука должна быть свободна для того, чтобы грести. Одной рукой вы прижимаете его к себе со спины, на себя, так сказать, нагружаете и пытаетесь подплыть как-то к берегу. Также с помощью спасательных кругов или каких-то подручных средств, которые плавают на воде, легкой плотности, можете использовать с помощью них такие материалы. Но в первую очередь ваша безопасность должна быть в первую очередь, а безопасность человека, который не ответственный за свои поступки, он должен быть как-то... Ну и в повседневной практике, да, у коллег, вот и у нас, когда мы сталкиваемся очень много таких ситуаций, бывает, что... Я помню, да, слово лишь красивое, но с некрасивым видом делирий, да, и разной видимости. Дело в том, что... С этим-то сталкиваетесь. Конечно, но это как бы здесь понятный делирий, а есть та категория пациентов, которые, допустим, тот же инфаркт миокарда, острый инфаркт миокарда, вот, пациенты на фоне болевого синдрома выражен, на фоне недостатка и гипоксии страдает головной мозг, вот. Уже у человека изменяется психика, и ты, когда ему пытаешься оказать помощь, дать кислородную маску, кислородом дышать, провести определенные манипуляции, они отбиваются, то есть человек не отдает себе отчета, потому что у него уже изменена психика его. И таких ситуаций очень много. Вот, и тот же делирий, когда человек в состоянии алкогольного опьянения, вот, на фоне отмены у него возникает делирий, вот. Либо человек просто в острой алкогольной интоксикации, там, ДТП, который, пытаясь это ему, он встает, куда-то идет. Я все со мной хорошо, что человек неадекватен и не отдает отчет о своих действиях. Много таких, но куда деваться. Это работа, и коллеги знают, как с ним попробовать справиться. Это очень тяжело, убедить его и... Выбирается чаще всего тактика пассивного боя. Либо тот, кто меньше, начинает уговаривать, тот, кто побольше, начинает придерживать, чтобы он не нанес себе увечья. Наша главная задача, уже говорила, не навредить. Поэтому мы начинаем ласково успокаивать, разговаривать, усаживать. Родственников привлекаем. Убеждать пытаться. Да, родственников привлекаем, если они имеют какое-то влияние на это. Поэтому как-то с этим нужно справляться. Ну, а те, кто завтра, 13 сентября, придут в 10 часов в сквер имени Героев Молодой Гвардии, известный также ранее, как сквер ВЛКСМ, на ваши мастер-классы, они ведь смогут потом, если заинтересуются, еще и обратиться в Центр экстренной медицинской помощи и медицинных катастроф, для того, чтобы более подробно изучить. Да, конечно. Завтра они, я думаю, не пожалеют о том, что придут, поучаствуют, увидят основы, то, что мы даем. И все желающие на месте там смогут записаться, оставить свои контакты. И по мере формирования групп им будут оповещены, все приглашены. То есть все это бесплатно. Поэтому приглашаем, приходите, смотрите, учитесь, потому что это нужно для самих граждан. Я благодарю вас за информацию и желаю, конечно же, для того, чтобы люди были более, скажем, осведомлены, да, успешной работой, плодотворной, для того, чтобы ни одно усилие не пропало даром. Напомню, у нас в гостях были в Рио директора Луганского республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Демьян Пархамчук, врач-анестезиолог реанимационной бригады Александра Симонович и врач выездной бригады Роман Смыков. Приходите к нам еще, а вы, друзья, оставайтесь на нашей частоте. Следующий. Здравствуйте, доктор. Жалуйтесь. Да я похвастаться. А, ну тогда будьте здоровы. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.